Здравствуйте! Телевидение Электрогорска начинает свое обещание. В студии с новостями Татьяна Пыринова о главных событиях к этому часу в самое ближайшее время. Сегодня в эфире. День физкультурника прошел в минувшую субботу. Новые понятия предпенсионных возраст, льготы и гарантии для данной категории. Итоги оперативного совещания. Начинаем. День физкультурника – праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года. Считают своим миллионы наших сограждан. Этот праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста, и объединяет всех – тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и простых любителей физкультуры. В Электрогорске День физкультурника, несмотря на капризы природы, прошел с размахом. Подробности далее. Несмотря на дождливую и ненастную погоду, 10 августа в субботу в Электрогорске состоялось торжественное открытие спортивного праздника – День физкультурника. По традиции, все началось с открытия мероприятия и поздравительного слова главы города. Поздравляем с Днем физкультурника. Конечно, погода у нас, что день молодежи, что на День физкультурника не очень хорошая. Сегодня у нас 80 лет празднику Дня физкультурника. Это праздник не только спортсменов, но и всех людей, которые ведут активный образ жизни. Всем успехов и хороших, веселых, ярких побед. На открытии праздника был гость – депутат Московской областной думы Михаил Демидович. Добрый день, уважаемые спортсмены, тренерский состав, ветераны спорта, юные спортсмены. От имени Московской областной думы от себя лично поздравляю вас с Российским Днем физкультурника. Праздник, который, как уже сказали, объединяет всех, кто любит спорт. И спортсмена-профессионалов, и спортсменов-любителей, и физкультурников, и всех тех, для кого спорт стал неотъемлемой частью его жизни. Желаю вам всем удачных стартов сегодня, крепкого здоровья, отличного настроения и дальнейших спортивных успехов. Также поздравить с этим днем любителей спорта пришли заместитель главы города Людмила Шапар и чемпион паралимпийских игр Алексей Чесмин. Я хотел бы поздравить каждого с этим замечательным праздником, кто каким-либо образом относится к спорту, также кто занимается спортом. Я благодарен всем нашим учителям физкультуры, тренерам, всему коллективу спортивной школы, потому что, по большому счету, именно они и занимаются детьми. А также хотел бы сказать большое спасибо всем, кто каким-либо образом к этому относится, и хотел бы поблагодарить и пожелать новых успехов и заниматься спортом. После торжественной части состоялась церемония награждения. Грамотами и подарками были отмечены тренеры, учителя физкультуры, юные спортсмены и ветераны спорта. В Электрогорске спорт всегда считался сильным звеном. Ведь именно здесь родились знаменитые олимпийские чемпионы Михаил Васильев, Александр Болышев, Алексей Чесмин. За время существования города в стенах спортивной школы было воспитано не одно поколение. И эта эстафета знаний, опыта, любви к спорту продолжается по сей день, благодаря кропотливой работе любителей спорта. Непосредственно спортивные мероприятия в этот день начались с футбола. На футбольном поле было организовано сразу три игровые зоны. На одной из них проходил товарищеский матч спортивной школы «Вымпел». На одной четвертой состоялся шестой тур Электрогорской футбольной лиги. А на оставшейся половине поля прошел турнир по футболу среди детских команд. Для любителей уличного баскетбола был организован турнир по стритболу. Вопреки лужам и дождю ребята продемонстрировали все свое мастерство владением мечом. И получили много положительных эмоций от игры. Параллельно с этим в физкультурно-здоровительном комплексе «Лидер» прошли соревнования по плаванию. Вторая часть праздника началась вечером на бульваре возле «Фок Лидер». Дождь, капающий весь день, закончился, выглянуло солнышко, на небе появилась радуга. И начались самые зрелищные моменты спортивного праздника. Зажигательные и показательные выступления спортсменов экстремального велоспорта BMX шли вперемешку с не менее эмоциональными выступлениями спортсменов клуба тяжелой атлетики имени Костина. BMX-шоу стало настоящим подарком для зрителей. Эффектные прыжки через живые препятствия, динамичные прокаты, кружения и перевороты. Велошоу захватывает дух и заставляет безотрывно следить за трюками спортсменов. В двух словах, что такое велосипед? BMX переводит с английского, значит, Bicycle Moto Extreme. Соответственно, это все перешло с мотокросса, там все эти прыжки и так далее. Там у ребят, у которых не было денег, чтобы на мотоцикле кататься, они вот такой вот велосипед изобрели прям позже. И все это превратилось в свою большую бультуру. Отлично. А когда взлетаете в воздух, какие ощущения? Ощущения? Пустая голова. Если все под контролем, значит, ничего не страшно. А если что-то идет не так, то очень страшно становится. Яркое выступление тяжелоатлетов привлекло внимание большого количества зрителей, которые поддержали выступающих аплодисментами и криками «Браво!». Юные спортсмены, в том числе и девушки, показали отличную физическую подготовку и высокий профессионализм. А ветераны тяжелой атлетики, неоднократные победители и призеры соревнований высокого уровня, не только показали рекордные для своего возраста результаты, но и стали примером для всех жителей города. Незабываемым украшением праздника самых активных и спортивных электрогорцев стали яркие залпы, веселые танцы и любимая музыка фестиваля «Холли-фест». Арт-проекта «Вместе зажигаем». Расскажите, не смущает такая погода? Нет, нас абсолютно не смущает такая погода, потому что мы уже привыкли к такой погоде. Уже, можно сказать, целое лето прошло под дождем. И, вы знаете, людям тоже погода не мешает. Они приходят на наши фестивали, радуются жизни и проводят активно отдыхать. Здоровый образ жизни и, конечно же, веселье. До самого позднего вечера продолжался праздник, который проводится каждый год, несмотря на плохую погоду. Ведь физкультурники – это такие люди, для которых холод, снег, дождь не являются препятствиями. И все поклонники здорового образа жизни в этот день получили заряд бодрости, счастья и радости. С 2019 года в связи со стартом пенсионной реформы появилось новое понятие – предпенсионный возраст. Что это такое и какие новые дополнительные гарантии появились для граждан? Узнаем в интервью с директором Государственного казенного учреждения Московской области Павл-Пасадский Центр занятости населения Елены Фроловой. В 2019 году стартовала пенсионная реформа, переходный период которой составляет 5 лет. В связи с этим предпенсионный возраст граждан устанавливается за 5 лет до выхода на пенсию по старости или по выслуге лет. В 2019 году это женщины 51 года и старше, 1964-68 год рождения, и мужчины 56 лет и старше, 1959-63 год рождения. Граждане старшего поколения могут еще долгие годы оставаться востребованными и нужными для наших предприятий, для нас, для жизни, для своей. И вот для таких граждан, которые попали под наше новое законодательство пенсионное, введены многие льготы. К таким льготам относятся пособия по безработице в повышенном размере, льготы по уплате налогов, два оплачиваемых дня в году для прохождения диспансеризации, различные региональные льготы, например, проезд на общественном транспорте или на оплату коммунальных платежей. Предпенсионеры не могут уволить с работы без веских причин. Для того, чтобы гражданин этого возраста был еще востребованным и конкурентно способным на рынке труда, разработана специальная программа. Правительством разработана программа профессионального обучения и переобучения этих граждан. На эти цели выделяются огромные средства, как из федерального бюджета, так и из бюджета Московской области. И будет реализовываться эта программа на протяжении пяти лет, на тот переходный период. Организацией профессионального обучения в Электрогорске занимается Павлово-Посадский центр занятости населения. Обучение идет по всем профессиям, востребованным на рынке труда. Право на прохождение профессионального обучения имеет как состоящий в трудовых отношениях граждане, проживающие или работающие в Московской области, так и ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости самостоятельно. Все профессии, которые сейчас востребованы на рынке труда, а с этим списком можно ознакомиться самостоятельно на сайте «Работа в России» или у нас в Центре занятости, по этим профессиям мы можем направить. Для гражданина эта услуга совершенно бесплатная. Все расходы на обучение берет государство. А те граждане, которые еще во время обучения не работают, то им выплачивается стипендия в размере минимальной оплаты труда. С начала текущего года Центром занятости направлено на обучение порядка 30 граждан. Но это далеко не предел. Мы всех призываем, приглашаем в Центр занятости, особенно это касается кадровых служб, организаций, любой форм собственности, посмотреть свои кадры, кому необходимо это обучение, тем более, что сейчас введены в действие профессиональные стандарты, и каждый работник должен соответствовать этим профессиональным стандартам и проходить переподготовку, повышение квалификации раз в пять лет. Курс обучения длится не более трех месяцев, продолжительность около 500 часов. Форма очная, заочная, выходного дня и дистанционная. Проводится в учебных учреждениях Московской области. Если набирается группа, то возможен выезд преподавателя на место. Это в основном касается предприятий. Программы, по которым проходит обучение, различные. Дело производства, оператор котельный, машинист крана, бухгалтеры со знанием программы 1С, основы компьютерной грамотности, парикмахер, управление государственными и муниципальными закупками. И этот список может быть расширен по желанию гражданина. По окончании обучения выдается либо свидетельство, либо удостоверение, которое позволяет гражданину повысить свой разряд, чин, класс, ну это в зависимости от профессии, и быть еще долгие годы востребованным. Также мы проводим обучение граждан, которые хотели бы в дальнейшем еще продолжать деятельность в волонтерском движении, в социальной помощи населению, в наставничестве, это такого повышения культурного уровня, либо же это направлено на социальную помощь населению. Уважаемые граждане и работодатели, если у вас есть потребность в профессиональном обучении, вас или работников вашего предприятия, просим обратиться в Центр занятости населения. Наш адрес – город Павловский Посад, улица Арджиникидзе, дом 12, телефоны 8 496 43 904 04 900 13. Уважаемые жители города, на портале Добродел проходит голосование по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году. Если вы хотите, чтобы именно ваш двор вошел в адресный перечень, голосуйте. Голосование продлится до 23 августа. В заключении новостей о погоде. Сегодня ночью ожидается малооблачная погода, температура плюс 9,11. Атмосферное давление в пределах нормы. Во вторник, 13 августа, в течение суток ожидается переменная облачность, снова пойдут дожди, возможно гроза. Ночью плюс 9,11, днем плюс 22,24. Ветер южный умеренный. Подарок в спортивной школе от депутата Московской областной думы Линары Семединовой, новая социальная помощь, переезд МОЗ ОБРЦ в новое удобное здание, эти и другие события в репортаже с еженедельного оперативного совещания. На этом все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи на канале ТВЛ. Субтитры подогнал «Симон»